Продолжение следует... Каждые 15-20 лет оказываемся на том же самом месте. Дежавю. У нас повторяются ситуации, которые мы вроде бы исторически преодолели. Вот это результаты опроса членов экспертного совета при правительстве России по поводу того, куда надо вкладывать деньги, инвестированные в будущее. И куда будут вкладывать деньги. Синенькое – это куда надо, а красненькое – это куда будут. Обратите внимание, дружно люди разных взглядов в экспертном совете считают, что да, человеческий капитал, конечно, прежде всего – образование и здравоохранение. Потому что в перспективе мы, я убежден, в перспективе мы – страна умных людей. Это наша мировая специализация, если хотите, которую мы никак не можем реализовать успешно, поддерживая экспортом другие страны. Инфраструктура. Потому что мы большая страна. Мы по карте самая большая страна мира. И развитие регионов, освоение пространства, есть вложение в инфраструктуру. Дороги, хабы, оптоволокно и так далее, и так далее. Ну и оборонно-промышленный комплекс. Да, мы исторически великая держава с большим военно-техническим потенциалом. Но заметьте, эксперты считали бы важным туда вкладываться, но не приоритетно. А получается наоборот. Почему? Господи, если вы думаете на 2-3 года вперед, а не на 10, то абсолютно правильно вкладываться сегодня в военно-политические успехи, потому что вкладываться в человеческий капитал, пока он прорастет-то, пройдет сколько лет? 10. Пока дороги начнут что-то давать, сколько лет пройдет? Ну, 5-7. А здесь успехи налицо. Гражданам нравится. Президент одобряет. Поэтому, фактически, вот от короткого горизонта мы все говорим, давайте развивать человеческий капитал, давайте высокие технологии, давайте инновационную экономику. А оказываемся где? Военно-технический потенциал. Курс на военную супердержаву. Что признал на днях президент Обама. А можем мы там удержаться? Я не знаю. 3% мирового продукта. У СССР было 10. 10. У нас 3. Можем мы из военно-технического развития сделать экономику и результат для людей? Я не знаю. Как? Продажа вооружений, военных услуг? Мы не швейцарские гвардеры. Доходы от зависимых территорий? У нас расходы от зависимых территорий. Поэтому все-таки движение в сторону человеческого капитала. Есть ли куда двигаться? Есть ли он? Да. Мы можем 10 раз ругать наши образовательные реформы. Между прочим, я тут соглашусь с тем мнением населения, которое Алексей Левинсон выразил. Мы в тупике. У нас тупиковые модели в образовании и здравоохранении. Но человеческий капитал, тем не менее, высокого качества мы имеем. Почему это видно? А вот это данные по тому, что происходит на трех главных рынках труда, куда уезжают наши соотечественники. США, Германия, Израиль. Мы лидируем в определенных областях знания. Айти, математика, физика, химия. Абсолютное лидерство. И на двух рынках. Искусство, спорт, медиа. И науке о живой природе и медицине. Медицина, которой нам здесь сильно не хватает, в мире в значительной степени обеспечивается нашими выпускниками и бывшими или нынешними согражданами. Может, производить они не могут? Вот это данные по США и Германии, по сравнению с Россией, про то, как работают в инновационном секторе наши соотечественники. Да, они другие. Видите, у них другие ценностные установки, чем у американцев или у немцев. Но они успешны. Оказывается, некоторые вещи, которые нас научили здесь, не только знания, но и ценности, они срабатывают на то, чтобы продвигаться в инновационном секторе и быть заметными. В значительной степени инновационные сектора, о которых мы читаем, стоят на отечественных мозгах. И я хочу напомнить, что вообще технический прогресс 20 века в значительной степени стоял на здешних открытиях. Владимир Зворыкин у истоков идеи телевидения, Жара Салферов у истоков мобильной связи и так далее. Только у нас не получается это все реализовать. Почему? Первое предположение. Но почему мы коротко думаем? Потому что правила не работают. Разве мы знаем, что будет хотя бы после 2018 года? Ну вот планируем все до 2018 года. Значит, может, дело в институтах? Посмотрим. Мы же уже несколько раз пытались институты правильно описать. Это то, о чем Елена Лукьяна говорила. У нас все в Конституции написано очень неплохо. Только симулякры получаются. Почему получаются симулякры? Может, дело в ценностях? То, о чем, между прочим, говорили и Эмиль Паэн. Потому что нация, как сказал Ринан, это набор ценностей и гордость своим историческим прошлым. Правда, в другом месте он сказал, и гордость своим воображаемым историческим прошлым. Но, несомненно, набор ценностей. Для того, чтобы из институтов что-то получалось, кроме симулякров, нужно, чтобы на них был спрос. Это данные Всемирного исследования ценностей, 2011 год. Спрос на демократию в России, обратите внимание, ниже, чем в Китайской Народной Республике. Это 2011 год. Болотное подходит. Это взлет доверия социального капитала, протестных настроений. Дело в телевидении. Про агентство Синьхуа знаем, да? Жень Минжибао. Коммунистическая партия Китая. Ниже, чем в Китайской Народной Республике. Дело не в пропаганде, точнее говоря, не столько в пропаганде. А вот в чем. Ценности и установки. То, о чем, опять-таки, говорил Алексей Левенсон. Да дело не в фамилии президента, не в его фамилии и не в его конкретной деятельности. А в том, что вот он пусть этим займется. И на этом состоится наша солидарность и движение вперед. Мечта о том, чтобы, Алексей Левенсон говорил об этом, чтобы доходы трудовые были достойными и на этом строилось общество. Может быть, такая мечта есть. Только веры в то, что она реализуется, нет. Вот посмотрите. Мы среди ведущих западных и восточных стран в наихудшем положении в готовности усердно работать. С трудов каменных не наживешь палат каменных. В этих правилах воруют. И все, работать. А нам экономический рывок нужен. Проблема. Школа. Там же ценности прежде всего возникают. Это знаменитый тест, сделанный коллегами инстанциональными экономистами. Магнусом Полтеровичем, Давидовым Саботеевым. Всем известная история. Один ученик дался писать другому, третий паршивец настучал учителю. Как относятся в разных странах. Вообще и американцы, и израильтяне, и голландцы, и наши, все доносчика осуждают. Американцы так говорят, ну вообще нехорошо. Наш доносчик осужден русской культурой. У нас страшная история доноса, конечно. Все осуждают того, кто списал. Но в разной степени. Американцы, он же интеллектуальную собственностью забрал. Наши говорят, ну вообще нехорошо. Разошлись во мнении по поводу того, кто дал списать. Русские евреи говорят, ну своему ждал. Голландцы не уверены, что это правильно. Американцы убеждены, что неправильно. Какая разница? Свой, не свой. Правила должны работать. Теперь давайте посмотрим. Вот это результаты опроса по 11 университетам страны в 11 разных городах. По тому самому поводу. Что происходит к третьему курсу? Не на первом курсе, не в школе, а к третьему курсу. А к третьему курсу даже того, который списал, уже не осуждает. Он же свой. Своему же можно. Своему можно чужую интеллектуальную собственность собирать. Конкуренция в этом смысле может быть неравная. Со своими же? Где спрос на институты? Вон, видите, маленький такой красный квадратик вниз. Осуждение того, кто списал. Это Московский государственный университет. Мы пока держимся. Что делать? Вообще говоря, начинать надо тогда, если мы пытаемся выскочить из колеи. Причем это не одним скачком произойдет. Это длинная работа. С чего начинать? Сейчас мировая наука пребывает в заблуждении, что начинать надо вот с этого. С трех граничных условий. Опыт, видите как, исследования, концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. Это три крупнейших ученых. Экономист, политолог и социолог. Норт, Уоллис и Байенгаст. Они пришли к выводу, что три простых пороговых условия. Вот давайте вспомним. В СССР наилучших результатов, думаю, что это лучшие точки в истории нашей страны, добился в 60-х годах. В 20-х годах. Какие условия с точки зрения вот этого понимания способствуют взлету? Первое. Начнем с конца. Коллективный контроль насилия. Вот нельзя так. У тебя Следственный комитет, у меня прокуратура, у него военно-воздушные силы. Если страны, элиты вот так делят ресурсы, успеха не будет. У нас после Сталина, Политбюро, коллективный контроль инструмент насилия. И это правильно. Второй момент. Неперсонализированность организаций. Коммерческих, некоммерческих, политических. Нельзя под персонус создавать организацию. У нас это было в США. Ленин умер, партия живет. Сталин умер, партия живет. Вот ССПС, комсомол. Деперсонализированы. Вот третьего у нас не было. То, что во главе угла стоит, что надо, элиты пишут законы для себя и распространять на других. Нет, у нас элиты распространяли на себя исключения, а законы писали и пишут для других. Михаил Сергеевич Горбачев попробовал это правило ввести, но этого уже Великая империя не выдержала. Начинать надо с этого. Вот с этого, видимо, с этих границ, с этих трех простых правил начинается выход на другую траекторию. А как это делать? Это уже не Норт-Воллес-Вангерст. Это вот я готов отвечать за эти заблуждения. Во-первых, рыба тухнет с головы. Между прочим, голова – это и элиты гражданского общества. Потому что я не уверен, как у нас с преемственностью в некоммерческих и гражданских организациях. Поэтому, во-первых, длинные горизонты мышления элит. Что для этого нужно? А для этого нужно, чтобы преобразования касались их интересов тоже. Я с Нютой вполне согласен, что старость наша будущего. Абсолютно. Но из этого надо делать выводы позитивные. Что, во-первых, нам нужны механизмы наследования больших состояний. Это непростой вопрос. Преемственности власти. Вообще вопрос о стариках мне не нравится, как он ставится. Это вопрос о том, что у нас не выдержат финансовые, страховые и пенсионные системы. Слушайте, а почему вы их как пассив воспринимаете только? Я хочу обратить внимание, что 2000 лет назад такая проблема уже была. Почему-то перестало умирать третье старшее поколение, 50-летнее, в античном обществе. Придумали, что с ними делать? Рим стал великим государством благодаря тому, что, да, 50-летний не может тяжелое вооружение таскать. Но он сидит в Сенате. И легионерам 20-летним указывают, куда тащить вооружение. Нация, которая придумает немаргинальное применение людям, особенно женщинам в возрасте от 60 до 90, выиграет будущее этого мира. Это вопрос долгих перспектив. Второе. Наталья Васильевича говорит, выборность мэров, реальная выборность. Знаете, дорогие мои, у нас уже была реальная выборность в 90-е годы. В ней не было одного очень важного элемента. Почему у нас патерналистское население или за популистов голосует? А потому что люди не в курсе, что 48 копеек с рубля дохода они платят государству. Не нефть. У нас налоги европейского уровня, выше американского. Только люди этого не знают. У них забирают костя на налоговую все. Безадресно. Ну, про 13% кто-то слышит. Прямые налоги. Селективные налоги. Дайте возможность. В Исландии голосуют частью налога. Кому отдать? Церкви или университету? Вот сделайте возможность. 10% подоконного налога. Кому отдать? РПЦ? Муфтию? МГУ? Российская Академия Наук? С налогов начинается демократия. И не сразу приходит. И третье. Где у нас реальные формирования ценностей идет? В школе, тюрьме и армии. Вы скажете, интернет и телевидение. Слушайте. Телевидение далеко не все смотрят. Это у нас поколенческие представления. В интернете все очень пестро. А через школу, тюрьму и армию люди проходят принудительно и большое количество. Вот там образуются ценности. И это и есть предмет работы. Кого? Это ответственность государства, потому что это принудительная система. И это предмет работы гражданского общества. Модели школы, тюрьмы и армии определяют то, что у нас будет через 20 лет. Саша. Все? Я закончил? Пытаюсь включить последний слайд. Чтобы у нас было будущее, над этим придется довольно серьезно поработать. Потому что прошлое приходит само. Спасибо.